Это первая постолимпийская встреча. Представители национальных общин подвели итоги подготовки к главному спортивному событию года. Работа проделана огромная, ведь Олимпиада 2014 признана самой многонациональной за всю историю игр. Но кульминацией заседания стала годовщина подписания договора о создании союзного государства между Россией и Белоруссией. Документ действует с 1996 года. Это была первая ласточка в создании союзнических движений. И нам очень приятно, что всему этому есть предложение, что Россия крепчает, становится сильнее, многочисленнее. И мы сегодня этот праздник будем все вместе отвечать. Торжества по поводу празднования Дня Единения Братских Народов Белоруссии и России прошло в Зимнем театре. В фойе организовали выставку народных промыслов. На праздничный концерт пришли представители всех диаспор славянских народностей, которые проживают в Сочи. Звучали уральские народные песни и советские шлягеры ансамблей «Сибры» и «Песниры». Я полагаю, их не хватает нам, этого праздника, этих праздничных мероприятий, которые мы обязаны проводить. Тем более молодым людям, которые забывают об этом, просто не знают, как оно было. Сегодня же уже население, молодежь выросло, скажем так, еще не зная, что был союз. И может и не узнать. А мы обязаны это делать. Теперь подобные концерты в Сочи будут проходить регулярно. Александр Фороленков сообщил, что национальные праздники и фестивали всех диаспор-курорта без исключения будут проводиться на Олимпийской площадке «Лайфсайт» у Южного мола морского порта по пятницам, субботам и воскресеньям.